на канале унб сегодня будет такое видео про рукожопов короче хочу сказать о пайке бамперов да то есть много способов пайки бамперов самый эффективный из них это выбирать пластину того же пластика маркировки что и бампер допустим если у вас бампера б значит пластина должна быть у бс это можно вырезать из подкрылка и старого бампера самое эффективное то что продается в магазинах это очень тонкие ненадежные пластинки но не чересчур тонкий поэтому да они могут припаять красиво все это сделать ну не более того эффективности от такой красоты не будет от слова совсем можно даже пропаять просто паяльником и это будет крепче чем просто вот такую пластиночку впаять недавно на тик токи вышло видео не так давно можно посмотреть вот мой тик ток мистер 1973 подписываемся кто не подписался и здесь я показывал как появится дамы сначала пропаиваем потом мы это дело с той стороны пластиночкой сейчас и перемотаю шик побыстрее пропаиваем пластинка из другого пластика вернее тоже cbs но с другого бампера то есть и вот таким образом мы это пропаиваем чтобы понимали впаиваем материалы у нас однородные и поэтому качество пайки получается крепко и надежно а сейчас я хочу попробуем сейчас я хочу почитать комментарии вот металлическую сеточку мелкой пластинкой прогреет чтобы утонула и будет крепко держаться кто это делает надо скобой зашивать сетку внутри как доктор говорю 26 лет стажа на что я написал хреново с таким стажем ты работаешь давно устаревшими и вредными технологиями привет латунную сеточку ложу классно получается ребята будущие клиенты у кого сломался бампер сразу спрашиваете у мастера а как вы делаете сеточкой если он скажет да сеточка сделала латунная наржаветь не будет ноги в руки бежите куда глаза глядя чтобы дальше чем видите убегайте это мастера которые до сих пор работают технологиями 90-х годов 30 лет назад именно так мы начинали 30 лет назад не было тогда у кого научиться кто-то шнурками завязывал кто-то нитками зашивал пластик кто-то клеем каким-то пытался склеить и только ну более сообразительные соображали клеить паяльником то есть спаивать да это было хоть как-то работало сзади паяльником спаиваешь стекловолокно тогда только-только начала появляться стекловолокном усилил сзади да более-менее такой бампер будет держаться потом начали от колонок вот эту сетку до защиту от колонок от динамиков впаивать в пластик что получается вы во-первых пережигаете перевариваете пластик когда утапливаете данный кусок говна в бампер плюс она никаким образом не несет никаких усилий это иллюзия усиление там никакого нету это не однородный материал и на изгиб такое не будет держаться попробуйте где вы запаяли согните бампер на 90 градусов и на вас лопнет попробуйте вот таким способом согните на 90 на там перегните вообще пополам у вас не сломается если вы хорошо и качественно сделали если вы подобрали правильный пластик поэтому ребята все кто паяет сеткой позор вам и стыд уже 21 век уже много технологий новых если вы не можете найти на пруток для пайки материал отрежьте с внутренней стороны около усилителя есть бестолковые куски пластика которые можно использовать опять же что касается вот этой пайки да она как бы крепкая надежная но и обычным паяльником где-то сзади запаять просто не используя никакой сетки будет лучше просто паяльником запаяли все зашпатлевали снаружи если у вас это где-то середина бампера где не несет никакой нагрузки бампер то есть там вам нужно от ветра и чтобы при вибрации при езде не треснул бампер дать там если вы в дерево ударить вас и новый бампер лопнет вот такой способ он в основном идет на низах бампер где-то на ушах на креплениях где более большие нагрузки до бордюрная болезнь там эти то есть в остальных местах пойдет и обычная пайка паяльником сеточка это только вред скобы есть такие паяльные скобы паяльные нужны для того просто чтобы скрепить бампер если вы один вам неудобно его держать вы скрепливаете бампер скобочки поставили все дальше пропаяли скобочки выкинули нафиг и нормально пропаяли нет не так это розы это розыгрыш идет посмотрите внимательно еще раз видео вы вообще не туда куда-то смотрите там прям на картинке все расписано чек на три с половиной тысячи рублей должен быть то есть это на 590 999 это вы на книжку посмотрели цена сейчас снижена на 2000 да то есть книжку взяли автоматом у вас уже чек в розыгрыш то есть любой товар на сайте фан-шоп приобретаете ссылочка там в описании под видео любой товар приобретаете на три с половиной это как бы билет в розыгрыш взяли на 7000 это два билета да то есть шанс увеличиваете то есть там майки футболки книга обучение все что там понравится можно взять на любую сумму то есть ну входящая сумма три с половиной тысячи все и вы записываетесь на сайте фиксируетесь потом 30 декабря мы разыгрываем как бы с помощью рандома среди тех участников кто набрал определенные суммы кого там один чек у кого три чека все и разыгрываем вот эти призы все что представлены там две машинки краскопульса гола костюм пылесос эти призы мы разыграем среди этих участников случайным выбором чисел а скажите пожалуйста вот этот набор которого картинки там машинка краскопульс и пылесос его как-то можно в отдельно приобрести можно сейчас вышло вышло крайнее видео да где обзор машинок делал вот там под обзором есть ссылочки на варис компанию вот варисе можете приобрести если видео внимательно и до конца смотрите то там есть промо код о котором я говорю промо код говорите и вам еще там подарочек будет ссылочку смотрите ссылочка под видео варис там есть российский сайт есть белорусский все заказывайте у ребят в чат к ним подписывайтесь все там можете узнать видео посмотрите полностью узнаете еще и промо код там будет прикольный подарочек какой-то же видео сказано это понимая с дядей олегом разговаривали да все верно не к сожалению мы у каждого подъезда не можем построить школы к нам ездят с америки с канады франции дальнего востока за 12 тысяч километров люди которые хотят отучиться ищут возможности которые не хотят причины главная причина это расстояние в 400 километров у всех у всех работа семья кредиты я еще раз говорю кто хочет ехать ищет возможности кто не хочет причины вот как у меня плентуса да я про себя скажу я не скажу что я ангел у меня плентуса в углу стояли четыре года четыре года меня жена долбила прибей плентуса я находил причины что у меня работа у меня нету времени в оконцовке до долбила что я нанял человека который человек мне пришел и прибил то есть я нашел да я нашел возможность да я не искал причины я нашел возможность потому что я понял что дело пахнет керосином а так примерно обучение занимает две недели до две недели а я понял но это полный получается курс да да все верно я вас понял хорошо спасибо вам хорошего дня ребята вот и вас всех касается никогда не говорите мне было бы поближе к москве не хочешь сиди дома блин вот есть пожалуйста для таких книга книга стоит сейчас со скидкой 5 999 на сайте ссылочка есть в описании под видео на сайте фаншоп она 5 999 и скидка это будет до конца розыгрыша до 30 декабря купил книгу учись по книге здесь все абсолютно есть все от настройки пистолета от какой выбрать оборудование какие косяки бывают как работать с материалом да все это полноценный учебник по которому можно приобрести знания если вам далеко пожалуйста купи книгу учись единственное что безграничное кроме неба это образование лучшее будущее начинается именно здесь сегодня учишься а завтра хорошо зарабатываешь новые цели требуют новых знаний море знаний и океан возможностей где возможности ускоряются и растут сделай свое время дороже книга переделай уже на сайте там и qr-коды есть направил телефон которого тему проходишь и все сразу попадаешь на видео еще и закрепил видео информации вот кто хочет тот блин я вот ни одного человека не видел который понос приспичил и который обосрался ты все бросишь у тебя первая цель это добежать до туалета и ты добежишь большая часть людей добежит те кто причину ищет может и обосраться да и обосрется скорее всего поэтому ребят просто убивает а можно рядом с москвой там где-то нету филиалов нету и филиал он бы никто не поедет почему мы не продаем франшизу и и спрашивают много спрашивать я людям говорю ребят за 5 миллионов франшизу покупают школу сделать именно он башни таких клиентов много почему не продаю игру ну мне неудобно иначе я тебе сейчас продам франшизу к тебе никто не приедет почему потому что народ едет ко мне лично на обучение да ко мне и саша обучал и кристина обучала и люди все говорили дядя алежа мы приехали к вам я лежа переодевался и работа другой дядя в школе не интересен поэтому едут именно ко мне именно увидеться именно научиться от меня мастерству да я могу там помощников попросить просто чтобы проконтролировали а тему объясняю дальше они там контролируют как что происходит здесь камеры везде я сам вижу что там происходит поэтому как то так ладно тема мы отошли ребята короче сеточкой кто паяет отрубите себе пальцы привыкайте работать нормально выкиньте сеточку еще раз говорю хотите побыстрее просто паяльником запаять и усилить и сзади там стекловолокном все не надо сеточку и не пишите мне пожалуйста за сеточку что у меня все нормально сразу блокируем нахуй 10 таки ну не было возможности раньше обучиться нормальную просто не было у нас не было даже когда мне видео первые вышли выходили не было такой возможности да мы косячили мы учились на своих ошибках но я вас и учу не надо идти по этому пути по нашему он очень кернистый тяжел и долог учитесь уже на наших ошибках чем отличается дурак от умного дурак учится на своих ошибках умный на чужих а мудрых ошибок не делает поэтому у вас есть прекрасная возможность не надо спорить вот чате со мной начинают спорить ой а я паяю вот латунный сеточку меня все хорошо у меня долго хоть бамперы я сразу блокируя даже объяснять не хочу вы либо учитесь нормально делать мы уже это съели и высрали давно прошли этот путь не повторяйте его не надо делайте сразу так как вам говорят люди которые прошли все эти ошибки мы учим вас избегать наших ошибок не повторять их не танцуйте на граблях идите сразу вам протоптанную тропинку дают зачем вам по лесу идти сегодня все второе всем крепкого настроения бодрого добра бабла хлеба и мирного неба